Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан ЖКФ. Страна отметила 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Карачаевой Черкесии наиболее массовые мероприятия прошли в региональной столице. Артур Мкце продолжит тему. Вечный огонь на Аллее Славов в Черкесске традиционно стал отправной точкой торжественных мероприятий в честь Великого праздника. Спустя 78 лет со дня победы в Великой Отечественной войне отдать дань памяти погибшим в боях за родину бойцам пришли к мемориалу представители руководства республики, политических, общественных и ветеранских организаций. В течение всего дня по городу можно было увидеть людей, желавших поделиться с окружающими своими эмоциями от значимого события. Мой папа тоже является ветераном войны. Когда ему было 19 лет, он ушёл на войну. Ушёл, воевал, был ранен, был госпитализирован, долго лежал в госпитале, вернулся, командовал ротой, вернулся живым. Меня этот праздник вдохновляет на то, что все мои дяди воевали, сделали эту нашу победу для того, чтобы мы достойно несли его. Дедушка Айбазов Магомед Геннадукаевич принимал непосредственно участие и погиб на фронте в 1942 году. Пропал без вести. Скажу честно, бытует мнение, что не надо отмечать этот праздник, зачем это всё нужно и для кого. А кто, если не мы, будут передавать эту память людей, которые сражались за нашу родину. Митинг на центральной площади Черкеска, посвящённый одновременно героической и трагической главе в истории Отечества, открыл руководитель республики Рашид Темрезов, который отметил, насколько ценным был вклад каждого человека в общую победу и почему необходимо сохранить память о подвигах предков. Уважаемые земляки, наша общая задача, задача каждого гражданина России хранить память о великом историческом пути нашей Родины, о всех пройденных трудностях, всех победах и достижениях, что очень важно для будущего нашего государства, для будущего последующих поколений. Спасибо вам, уважаемые ветераны, дорогие наши старшие. Мы гордимся вами и с достоинством следуем вашему примеру. В этот день перед участниками торжественного мероприятия также выступили те, кто отстаивает интересы Отечества в настоящее время или планирует это делать в будущем. После чего по площади прошествовали парадные расчёты военных, образовательных и патриотических коллективов, служб экстренного реагирования и казаков. Мой дедушка является участником Великой Отечественной войны. Мы очень чтим этот праздник и помним. Детям пытаемся передавать, чтобы дети не забывали, какой ценой мы сегодня живём под мирным небом, какой ценой мы заслужили это великое счастье. Великий праздник. Вот сегодня вся страна чествует победителей. И это должно передаваться из поколения в поколение. Берегите мир. Берегите прелесть жизни. И соединяйтесь дружбой человек с человеком, невзирая ни на что. Жизнь дорога. Родина ещё дороже. Желаю молодым людям благополучия, счастья, чистого, прекрасного неба. В День Победы в разных микрорайонах Черкеска можно было услышать мелодии фронтовых лет и знаменитые песни, навеянные великим прошлым нашей страны. Так пришедшие в амфитеатр парка «Зелёный остров» люди с удовольствием подпевали артистам. А во время одной из композиций весь зал встал, отдавая дань уважения как исполнителю, так и героям, которым посвящена песня. Артур Мхцер, Расул Бердиев, Мухаммед Ишибоков. Вести. Карачао. Черкесия. А в посёлке Рожка у Рубского района День Победы отметили с исторической реконструкцией боёв за населённый пункт. В праздновании приняли участие жители, гости и туристы из самых разных уголков России. О том, как в горах Победу встречали на ровеснице праздника, расскажет Фатима Даурова. Вот родинка ещё работает, как часики. Каждая 9 мая она нас не подводит, вывозит нас, ветеранов привозим на ней, на памятник. Бегает ещё родная. Эта победа была выпущена в 45-м. Культовая машина Советского Союза сегодня празднует свою 78-ю годовщину вместе с потомками тех, кто выковал главную победу страны в наковальне той страшной войны. Торжественным шествием к обелиску павшим солдатам началось празднование Дня Победы. Здесь люди из разных уголков страны. Это местные жители, туристы, которые семьями каждый год специально приезжают сюда на турбазу «Комбат», на базе которого вот уже много лет и организовывают такое масштабное празднование Дня Победы. Это самый святой праздник. Мы чтим наши виды. Мы каждый год здесь отмечаем, реконструкцию делаем. Поэтому это святое. И в этом месте конкретно проходил бой. Батарея лейтенанта Дударь держала фашистов, не давала им пройти. И только когда фашисты подтянули бронетехнику, авиацию, а у наших бойцов закончились снаряды, они сняли замки с пушек, а пушки столкнули в лобу. В честь этого события мы собираемся каждый год на 9 мая. Любители военной истории, поставившие своей целью историческое воссоздание эпизодов сражений, представили зрителям реконструкцию боёв за посёлок Рашкао. Это момент, раскрывающий события с пленённым бойцами вермахта партизанам и его освобождением товарищами-однополчанами. Я прочувствовала то, что ощущали наши деды и бабушки в тот момент, когда им было безумно страшно находиться в тех же условиях, в которых находились наши бойцы. И я в частности. Меня трясло, когда я стояла перед этими немцами. Историческую действительность закрепляла и аутентичная техника – вооружение времён Великой Отечественной войны. Настоящие автоматы, пулемёты, охолощённое оружие. И мальчиши, и кибальчиши сразу же проявили свой настоящий мужской интерес. Наша главная задача – это встреча с детьми. Нашим детям и внукам донести, что мы великая страна, что нас никто не побеждал. И поэтому наши дети должны быть повторить тот подвиг, который повторили наши отцы 78 лет назад. Реалистичность происходящему придавали и художественные и исторические образы, постановки с музейными экспонатами. А неподражаемый звук с виниловой пластинки передавал неповторимую атмосферу военных лет. А в редкие минуты затишья звучала гармошка фронтовая – эпохи образец живой, которая когда-то на переднем крае пехоту поднимала в бой. Катима Даурова, Алибастана, Вестик, Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесию из Москвы доставили частичку вечного огня с могилы неизвестного солдата. В Черкесии в Парке Победы состоялась торжественная раздача и отправка огня в районы республики. Народный фронт в честь Дня Победы провел патриотическую акцию «Огонь памяти». Почетное право передать пламя от могилы неизвестного солдата выпало молодому поколению нашей республики. Участниками мероприятия стали представители власти, общественных и образовательных организаций и волонтеры. Огонь памяти страны поставят у памятников, у захоронений участников Великой Отечественной войны. Каждый сможет зажать от этого огня свою свечу, лампу и почтить память наших героев, рассказала руководитель исполкома ОНФ в республике Людмила Капушева. Представители Народного фронта доставили огонь в 11 стран мира, а также по всей России, в том числе в новые регионы ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Это не просто символическая акция. Я знаю много людей, которые, как и мы с вами, повезут частичку этого вечного огня к могилам своих дедов и прадедов. А это на самом деле очень важно в наше время. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. И мы последнее поколение, которое можем лично сказать героям спасибо. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. КОНЕЦ В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный, в горах с мокрым снегом, ночью и утром местами туман. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4-9, в горах минус 2 плюс 3, а днем 10-15 градусов тепла и местами до плюс 8. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчет, а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. В Кисловодском цирке с 29 апреля цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Ветерана Великой Отечественной войны Хамита Акономатова трогательно поздравили с Днем Победы. Возле его дома состоялся праздничный мини-концерт. Как это было, расскажет Дарья Тандит. Парад у Дома ветеранов – всероссийская патриотическая акция, которая проводится для каждого ветерана войны. Учащийся Центра образования номер 11 «Черкеска» торжественно поздравили Хамита Акономатова с Днем Победы. Они подготовили трогательные выступления. Ребята торжественно прошлись маршем к Дому ветерана, исполнили военные песни, прочитали стихотворения и вручили памятные солдатские письма-треугольники, сделанные своими руками. Юные друзья, как я раз видеть вас в таком прекрасном форме, в таком отличном настроении. Для фронтовика 9 мая – день особенный. Хамита Булович отлично помнит победный май 45-го. Он прошел большой жизненный путь, был не просто свидетелем, но и участником многих исторических событий. За долгие годы войны Хамит Акономатов прошел множество фронтовых дорог – Калинин, Великие Луки, Смоленск, Белоруссия, Латвия. Победу встретил в Кёнинсбере. За службу он получил ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, два ордена Красной Звезды, медали за боевые заслуги. Я бы с удовольствием был среди гуще молодежи. Все-таки я за свои столетия много видел, пережил и хорошего, и самого гадкого. Сегодня Хамит Акономатов 101 год ведет активную жизнь. Встречается со школьниками, читает новые материалы о битвах и даже хочет написать книгу. Такое поздравление станет еще одним приятным воспоминанием для ветерана. Хочется вам пожелать силы и здоровья. Вот уже вы столетия пережили, еще вам сто лет такой же бодрости и силы. Мы вас очень любим, ценим, дай Бог вам здоровья. Мира на всей планете Земля. За это мы боремся и будем бороться до конца. Спасибо деду за победу! Героизм, мужество и отвага – это ориентир для патриотического воспитания молодежи. Завершилась акция вручением цветов, подаркой совместным фото на память. Дарья Тендит, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Песни победы исполнили и в обществе слепых. Праздничную концертную программу инвалиды по зрению подготовили сами. Роль песни в годы войны была высока. Она помогала не падать духом, призывала быть стойкими, сильными, утешала и вдохновляла на боевые подвиги. Благодаря музыке того времени мы способны ощутить на себе ту чудовищную тяжесть, материнских слез и ту радость, которую испытал народ в 1945 году, сказал председатель Всероссийского общества слепых Сергей Дубовик. Активисты поддержали акцию «Портрет памяти». Сергей Дубовик поздравил всех участников войны с праздником, пожелал здоровья и благополучия. В заключении мероприятия почтовое почтили память минутой молчания. Мы этот праздник всегда отмечаем вот с таким концертом, помпезно, чтобы все-таки помнили про них. Самое главное, чтобы никто не забыт был и ничто не забыто. Это наши защитники Родины. Хочу поздравить вообще всех участников войны, Великой Отечественной войны, ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Они пережили страшные годы. Это вся вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Катюша». Всего доброго и до встречи в эфире.